7 мая 2024 года Владимир Путин в пятый раз формально станет президентом России. Зачищенные улицы, кортежи, золотые залы и клятва на Конституции. И 25-й год несменяемой власти. Одни и те же лица, одни и те же пустые слова и обещания, фальшивые выборы, посаженные и убитые оппоненты, а теперь еще и война. Как это вообще возможно? Как мы оказались в этой страшной точке? Где и почему повернули не туда? Я уверена, вы все об этом думали, об этом невозможно не думать. Именно на эту тему написал один из своих последних больших текстов Алексей Навальный. В августе прошлого года Алексея приговорили к 19 годам тюрьмы. Приговорили за его политическую деятельность, за его взгляды, за его слова. К тому моменту Навальный провел уже два с половиной года в тюрьме. Значительную часть этого времени он был в ШИЗО, в немыслимых, пыточных, нечеловеческих условиях. До его убийства оставалось ровно полгода. Через несколько дней после приговора Алексей опубликовал большой и неожиданный для многих пост. Он называется «Мой страх и ненависть». И он посвящен 90-м. Да, именно 90-м, Ельцину, семье, Чубайсу, олигархам, правительству реформаторов и всем тем, кто привел Путина к власти. Тем, кто несет ответственность за четверть века путинского кошмара. Алексей пишет, что он испытывает к ним ненависть. Потому что когда-то давно он сам им поверил. Поверил, что они, обретя уникальный шанс построить прекрасную и процветающую Россию, воспользуются им. Поверил в демократические реформы, в их светлые намерения, в их планы. А они нас всех предали. Ни реформ, ни демократии, ни свободы. Вместо всего этого Путин. Ну и миллионы долларов на счетах тех, кто помог ему прийти к власти. А потом Алексей пишет про страх. Про свой главный страх. И даже в застенках ШИЗО его главным страхом была не смерть. Больше всего он боялся, что у России опять будет такой же шанс, как в 90-е, а мы снова его упустим. Алексей сам называет свой текст практически исповедью. Многих он удивил. Было много споров. Ну а мы в ФБК обсуждали совершенно другое. Что история прихода Путина к власти, история нашей страны 30-летней давности абсолютно забыта. Толком не рассказана и неосмысленно. Или даже того хуже, переписана непосредственными участниками этих событий. И мы обязательно должны это исправить. Так родилась идея этого политического или даже исторического сериала об истоках путинской власти. За четыре дня до запланированной публикации первой серии, серии, которую вы сейчас увидите, Навального убили. И пусть у меня больше никогда не будет возможности обсудить это с Алексеем, я точно знаю, для него было невероятно важно, чтобы мы подняли эту тему, которая так много для него значила. Вы когда-нибудь задумывались, почему и когда все пошло не так? Как мы оказались там, где оказались? Почему Россия, у которой есть все для достойной жизни, живет в бедности, в безнадеге, в бесправии? Кто у нас эту достойную жизнь отобрал? Ведь Россия могла быть совершенно другой. Все могло сложиться совершенно иначе. Должно было сложиться иначе. Нефть, газ, ресурсы, люди – все у нас есть. Но где благополучие? В качестве ответа часто можно услышать, что просто так получилось. Историческая особенность, менталитет или какие-то обстоятельства нам помешали. Но это неправда. Никаких особых обстоятельств не было. Просто власть в России отдали в руки человеку, который не мог и не должен был ее получить. Это не хаос и не случайность. Это закономерная цепочка событий. Цепочка решений нескольких конкретных людей, каждым из которых двигали вполне конкретные мотивы. Корысть, эгоизм, коррупция. Мне кажется, в этом очень важно разобраться. Кто эти люди? Зачем они это сделали? Вспомнить и пошагово восстановить последовательность событий, которые привели нас в сегодняшний день. Без понимания того, откуда взялся Путин, как и на чем был построен, четверть века держится его режим, мы никогда не сможем разобраться, как жить без него, после него. Как не упустить снова уже наш исторический шанс на достойную жизнь. Борис Николаевич Ельцина 1991 год. Кортеж первого президента России Борис Николаевич Ельцина ежедневно ездит по установленному маршруту. Барвиха, где расположены госдачи Кремль. Сразу после въезда в Москву по Рублевскому шоссе дорога проходит через новый образцово-показательный район – Крылатское. К Московской Олимпиаде 80 здесь на пустыре построили грибной канал и самый большой в мире крытый велотрек. А позже – целые кварталы многоэтажных жилых домов. Крылатское. По генеральному плану развития Москвы предстояло построить в Крылатском жилой район. После советская идиллия для избранных, улучшенная планировка, школы, детские сады и универмах каждому в шаговой доступности. Сюда даже привозили Маргарет Тэтчер. Почетную гостью сводили в магазин «Диета». И как бы случайный прохожий пригласил ее к себе в гости на чай. Новоселы Крылатского, молодого района Москвы, может быть не очень искушены в дипломатическом протоколе, но радушие им не занимать. Крылатское выглядело как настоящая мечта. Правда, синились здесь в основном номенклатуру. В один из дней Ельцин из окна машины замечает в Крылатском недостроенный кирпичный дом. На окраине района, прямо напротив огромного леса. Он спрашивает начальника своей охраны, Александра Коржакова, ну, что это за здание? Выясняется, что дом на Синней улице 4 строили для руководства Минздрава. Ну, бросили. И с 10 лет здание стоит запрошенным и заплесневелым. Ельцин просит срочно его восстановить и достроить. Потому что он хочет жить именно тут. Темпами ударной советской стройки уже к весне 92-го года шестиэтажное здание приводит в идеальное состояние. Руководители ФСБ Бурсуков приносят Ельцину чертежи и планировки. В доме будет всего 20 квартир. Каждая минимум по 160 метров. Закрытая территория, охрана, правительственная связь, подземный гараж, сауны и собственный теннисный корт. Ельцин очень доволен и выбирает себе две квартиры на верхнем шестом этаже, чтобы их соединить в одну. 364 квадратных метра. И еще одну квартиру под ним он просит оставить для своей старшей дочери Елены и ее семьи. Оставшиеся квартиры Ельцин решает подарить тем, с кем ему будет приятно жить рядом. Он выберет их сам. Если бы эту историю рассказали тогда, в 92-м, в нее вряд ли бы кто-то вообще поверил. Чтобы Ельцин построил себе за госсчет личный дом и раздарил в нем квартиры своим родственникам и друзьям? Да это немыслимо. Ты где живешь? В какой стране? Вся суть Ельцина была впротивоположна. Ельцин! 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 Ельцин приобрел благодаря яростной борьбе с партийными привилегиями, неравенством и социальной несправедливостью. Мне кажется, что отношение к людям, постоянный контакт, никогда не терять контакт с ними. Причем контакт с простыми людьми в любой обстановке, хоть в шахте, хоть на поле. Он всегда противопоставлял себя коммунистической элите. Я за 50, так скажем, 6 лет своей жизни, и я, конечно, в целом столько подлецов не видел, сколько здесь за один раз. Ельцин публично отказывался от партийных благ, потому что он другой. Сделать скромность к культом в работе и поведении. Замечать, не допускать даже начинающийся начальственный синдром в отношениях с людьми. Вот в 1989 году он пишет в своей книге-манифесте по-настоящему революционные вещи, нападая лично на председателя Верховного Совета СССР. Перестройка не застопорилась бы, если бы Горбачев лично смог переломить себя в вопросах спецблаг. Если бы сам отказался от совершенно ненужных, непривычных и приятных привилегий. Если бы не стал строить для себя дома на Ленинских горах, новую дачу под Москвой, перестраивать еще одну дачу в Питсунде, а затем возводить новую суперсовременную под Форосом. Когда люди знают о вопиющем социальном неравенстве и видят, что лидер ничего не делает, чтобы исправить эту бесстыдную экспроприацию благ высшей партийной верхушкой, испаряются последние капельки веры. Ельцин ездит в общественном транспорте, как все. Ельцин заходит в обычные магазины. Обступившим его людям он рассказывает, как возмущен тем, что пенсию на 10 рублей поднять не могут. А министру зарплату подняли аж на 400. Ну неужели министру мало 800 рублей, ему надо 1200? Неужели Горбачеву тоже обязательно надо было поднять себе зарплату до полутора тысяч? А как вам такой сюжет? Журналисты случайно подлавливают Ельцина выходящего из дома. Нашей съемочной группе посчастливилось снять уникальный эпизод. Он идет регистрироваться в обычную районную поликлинику. Там его спрашивают, кем он работает. Ельцин не только отвечает, но и объясняет, на что именно зрителям нужно обратить внимание. Этот несложный политтехнологический трюк работал идеально. Партийные привилегии, безумное неравенство между элитой Компартии и всей остальной страной сводили с ума. В 89-й год, 90-й год, 91-й люди в Советском Союзе жили в настоящей нищете. Высшее образование, опыт, тяжелый труд. Ничего, кроме связей, не решало твоих проблем. Вся страна стояла в многочасовых очередях за паршивыми продуктами. Полки пустые. Обычное мясо – недоступная роскошь. Берите тушенку. У нас есть какой-нибудь кетчуп или соус? В какой стране кетчуп? Чай, сахар есть, и то хорошо. Сахар, крупы, масло – все по талонам раз в месяц. Это было несправедливо, нечестно, унизительно. И все это прекрасно чувствовали, особенно на фоне партийных элит, у которых в это же самое время не было недостатка ни в чем. Им часто даже не надо было платить, им просто было положено. Люди увидели в Ельцине то, что хотели увидеть. Кого-то, кто наконец-то скажет об этой несправедливости вслух, заступится за них и наведет порядок. Это смелый человек, это настоящий коммунист. Но настоящая жизнь борца с партийными привилегиями Ельцина, та жизнь, что оставалась за кадром, была совершенно другой. Вот, например, взять сюжет про поликлинику. Посчастливилось снять уникальный эпизод. Откуда, простите, Ельцин выходит, чтобы до поликлиники этой дойти? Министр районной поликлиники. В 89-м году он жил в пятикомнатной 165-метровой квартире, которую бесплатно выдала ему партия. В самом центре Москвы. Вторая Тверская Емская 54. Это так называемый Цыковский дом. Их так называли, потому что там жили члены ЦК КПСС. Советская версия того, что сегодня называется клубным ЖК. Я не думаю, что мы слишком отлично жили от всех других. Сколько комнат было в вашей квартире, свернулась? Свернулась у нас было пять. Пять. А в Москве? Четыре. Но о квартирах, личных водителях и прочих благах, которыми пользовался Ельцин, он не рассказывал. Вместо этого он говорил вот что. Пока мы живем так бедно и убого, я не могу есть осетрину и заедать ее черной икрой. Не могу мчать на машине, минуя светофоры и шарахающиеся автомобили. Не могу глотать импортные суперлекарства, зная, что и у соседки нет аспирина для ребенка. Потому что стыдно. Правда, несколькими страницами ранее Ельцину было не стыдно жаловаться на правительственную квартиру, которую ему выдали на Тверской и Емской. Пишут, что шумно и грязно. И вообще-то партийные руководители обычно селятся в Кунцево. Там тихо, чисто, уютно. В те края и вернемся. Итак, 92-й год. Ельцинский дом на Осенней улице построен. Ельцин с женой и семьей младшей дочери селятся в две объединенные квартиры на шестом этаже. Под ними в 193-метровой квартире селится старшая дочь Ельцина с ее семьей. Все укомплектованы бесплатной недвижимостью. Не в пользование на время полномочий президента. В собственность. Дальше Ельцин выбирает себе соседей. Тогда это все распределялось спецуказами, но сейчас мы можем все легко проверить и восстановить по базам. Естественно, квартира достается личному охраннику Ельцина Коржакову. 192 квадратных метра на шестом этаже. На лестничной площадке две квартиры. И напротив селят Черномырдина, тогда председателя правительства. Его заместителю Егору Гайдару тоже выдают квартиру в этом доме на втором этаже. И другому заместителю Олегу Сосковцу. Главе ФСБ Барсукову и министру обороны Грачеву, самым близким друзьям и смутыльникам президента, тоже досталась по большой квартире. И та, и другая до сих пор в собственности у их семей. Сюда же поселили и управляющего делами президента, Павла Павловича Бородина. Квартиру номер 7 выдали мэру Москвы Ложкову. А номер 6 его заместителю Владимиру Лесину. Он, кстати, до сих пор депутат Госдумы. Между прочим, ему 87 лет. Потом, видимо, просто кончились чиновники, которым Ельцин мог подарить жилплощадь. Поэтому он начал подселять просто друзей. Например, своего тренера по теннису Шамиля Торпищева и юмориста Михаила Задорнова. Говорят, он тоже играл в теннис с Ельцином и очень его веселил. Коржаков вспоминает, что новоселье праздновали на выезде все вместе с семьями в доме приемов КПСС на Воробьевых горах. Ужинали, поздравляли друг друга, танцевали. Новоиспеченным соседям играл президентский оркестр. Было весело, пишет Коржаков. Не сомневаюсь, как не веселиться. Обычная московская семья жила тогда впятером. Тремя поколениями. В 40-метровой двушки с картонными стенами. Это был еще отличный вариант, ведь не коммуналка и не общежитие. А тут, не пойми за что, тебе достается московская недвижимость размером, как 4 двушки в одной. Гостиные, столовые, 5 комнат, 2 санузла, лоджия. Именно ей в своей книге очень радовался Коржаков. Но был в этом доме один очень необычный жилец. Не чиновник, не аппаратчик, не партийный функционер. Его присутствие в этом доме было удивительным и необъяснимым почти для всех элитных жильцов. Ну, кроме самого Ельцина. Квартира номер 2 досталась 35-летнему журналисту Валентину Юмашеву. Его имя мы можем найти не только в списке жильцов на Осенней, но и в титрах фильма, фрагменты которого мы с вами уже смотрели. Уникальный эпизод. Юмашев работал в журнале «Огонек», редактором отдела «Писун». Те, кто видел его тогда, описывают его как неопрятного, непричесанного и постоянно одетого в грязный растянутый свитер. Коржаков вспоминал, что по-соседски однажды заходил в квартиру Юмашева и был шокирован ужасным беспорядком и неприятным запахом. Юмашев превратил свое жилье в свалку. Так пишет Коржаков. Никто, вообще никто тогда в 92-м не мог предположить, что именно этот человек через несколько лет станет фактически главным в стране. Добившись полного доверия Ельцина, Юмашев и его ближайшие друзья сконцентрируют в своих руках власть такого масштаба, что их решения определят то, как Россия выглядит сейчас. И то, кто ее управляет. Вместе с Валентином Юмашевым, который к тому времени уже будет зятем Ельцина, мы окажемся на яхтах, виллах, вечеринках на Карибах, где вам лично поют Пол Маккартни и Принц. Мы узнаем, когда, как и, главное, на что эти люди обменяли нашу с вами свободу и будущее. И почему они ни о чем не сожалеют. Наступило время прозрения. Вот эта тоненькая книжка, из которой я читала цитаты, в российской истории сыграла поворотную роль. Эта книжка и еще вот это, ее продолжение. Дело не в их содержании, это просто мемуары. Дело в том, как и откуда они появились. Открываем первую. Смотрим раздел от автора. Ельцин пишет. Я не хотел писать эти воспоминания, но меня уговорили. И вот мы работали вместе с молодым журналистом Валентином Юмашевым, который, подстраиваясь под мой ритм, работал без выходных ночами напролет. Без него бы эта книга не появилась. Так они, собственно, и сблизились. Все началось с фильма о Ельцине, который Юмашев предложил снять в 89-м. Он называется «Борис Ельцин. Портрет на фоне борьбы». Как вы могли понять из фрагмента про поход Ельцина в районную поликлинику, фильм очень комплиментарный. Вот съемка на кухне у Ельцина. Это как раз в той Цыковской квартире на 2-й Тверской Емской. Скромный интерьер, на столе гвоздики, чай и печенье. Мы видим самого Юмашева, действительно, как и описывали в растянутом свитере и непричесанного. Видим жену Ельцина Наину, его дочь Татьяну и внука Бориса. В процессе Юмашев и Ельцин решают, что нужен не только фильм, но и книга. Ельцин записывает мысли на диктофон, Юмашев их расшифровывает, редактирует и компонует. Они даже уезжают вместе на несколько дней в деревню, чтобы, заперевшись в дачном доме, работать над рукописью. Книга удачная, а Ельцин доволен, дарит Юмашеву квартиру, и почти сразу они приступают к написанию второй книги. Записки президента. 1994 год. Во вступлении снова о Юмашеве. О том, как три года он всегда был рядом, и без него ничего бы не вышло. И это правда. Если первую книгу Ельцин хотя бы надиктовывал, то эту он написал просто сам Юмашев, а Ельцин только подредактировал. С Юмашевым нас связывает более чем пятилетняя творческая дружба, пишет Ельцин. И это так. С момента появления этой книги на свет, Юмашева и Ельцина на всю жизнь связывают деньги. Самое главное отличие второй книги Ельцина от первой в том, что в этот раз Борис Николаевич решил на мемуарах серьезно заработать. Если «Исповедь» 1989 года была книгой хоть заметного, но еще неизвестного всему миру борца против советской власти, то вторая книга – это уже книга действующего президента России. И не просто президента, а первого президента. С личными рассказами про развал Союза, августовский путь, 93-й год. И все из самого центра событий. На такие мемуары очевиден огромный спрос. Но книга издается не совсем обычным путем, когда вы просто продаете правоиздательство и получаете деньги и процент продаж. Вот посмотрите, издание на английском языке. Тут вы можете заметить, написано «Таймс Букс» и выше почему-то некая «Белка Паблишинг». То есть крупное и известное издательство «Таймс Букс» публикует книгу совместно с некой «Белкой». «Белка» – это фирма зятя Ельцина, мужа его дочери. Вообще-то он торгует нефтью. Книги он никогда не издавал. Но схема специально придумана таким образом, чтобы можно было побольше заработать. И в России делают то же самое. Книгу не продают издательству, а решают печатать сами. На это нужны деньги. Их будет искать Валентин Юмашев и найдет у Березовского. С Березовским Юмашеву познакомил человек, незаслуженно обделяемый вниманием, когда речь идет об олигарках и 90-х. Петр Авен. Ныне здравствующий владелец Альфа-банка, долларовый миллиардер. Петр Авен. Петр Авен. Познакомил меня с Валей Юмашевым. В наши дни он активно делает вид, что он вообще латыш. Живет в Европе, коллекционирует искусство, пишет книжки, а к путинскому режиму отношения не имеет. В начале 90-х Авен работал замминистром иностранных дел и главой комитета внешнеэкономических связей. Подпись Авена стоит, например, под этим историческим документом. Молодой ленинградский заместитель мэра Владимир Путин просит разрешить его комитету закупить продукты за границей. В Санкт-Петербурге настоящий голод. 91-й год. Мясо, сахар, сухое молоко, детское питание. Ничего этого в городе нет. Денег на их закупку тоже. Путин просит о поставках по бартеру. Из-за границы присылают продовольствие и в обмен экспортируется сырье. Лес, алюминий, нишнепродукты, медь. Петр Авен ставит визу. Разрешить. Пусть Путин и мэрия сами этим займутся. Выдадут нужные квоты и лицензии. Несколько лет спустя выяснится, что схема поставки продовольствия по бартеру была крупнейшей финансовой махинацией. Путин заключал контракты не с настоящими импортерами, а с фирмами-однодневками, связанными с его друзьями и питерской мафией. Сырье продавали за границу. Фирмы-посредники получали за него деньги, а продукты в обмен просто не приходили. Я думаю, что здесь ничего плохого нет. Березовского Авен знал аж в 70-х годов, когда Березовский занимался наукой, математикой и работал в Институте проблем управления. Их познакомил отец Авена, который работал в Академии НАУ. Сейчас эта строчка исчезла из биографии Авена, но в старых заметках указано, что в то время примерно, когда Авен свел Юмашеву с Березовским, Авен работал у него советником в Влаговазе, фирме Березовского, которая торговала машинами ВАЗ и импортными иномарками. Сам Авен комментирует это знакомство буднично. Якобы Юмашеву нужно было приобрести автомобиль, и он посоветовал ему обратиться к Березовскому. Быть может и так, судя по старым базам ГАИ, у Юмашева действительно появился в начале 90-х «Шевроле Блэйзер» и «Джип Чироки». Такими как раз торговал Логоваз. Я в очень хороших отношениях с Валентином Юмашевым. Можно было бы назвать это знакомство решающим и судьбоносным для России, но Авен вообще, можно сказать, специализируется на судьбоносных знакомствах. Именно он впоследствии представил Березовскому Абрамовича, а всех их, Березовского Абрамовича Юмашева, Путину. Сегодня определяющую роль Бориса Березовского в том, какой Россией является сейчас, принято приглушать. Чем больше лет проходят с его смерти, тем усерднее его ближайшие соратники Авен, Юмашев, Чубайс, Путин пытаются как бы ластиком потереть историю, дистанцироваться от Березовского. Петр Авен очень успешно это делает в своей книге «Время Березовского», модный несколько лет назад. Там Березовский представлен как человек не столь влиятельный, не слишком важный, такой авантюрист и пулт. Но дистанцироваться от Березовского всем им невозможно. В 90-х они неотделимы друг от друга. И если до знакомства с Юмашевым Березовский действительно был одним из постсоветских предпринимателей, то после их знакомства он стал тем, каким мы его знаем сейчас, первым настоящим олигархом. Олигархом, который управлял страной, демонстративно грабил ее, убиваясь собственной властью и безнаказанностью. Таким его и еще несколько человек сделали Юмашев и Ельцин. Не случайно, не по ошибке, а в личных корыстных целях. В поисках денег и власти. Еще раз спасибо за огромное доверие. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Но вернемся в 93-й год. В ноябре или декабре Юмашев и Березовский договариваются. Березовский дает деньги на публикацию Ельцинской книги на русском языке. 500 тысяч долларов. Половину денег сам Березовский, половину Владимир Каданников, партнер Березовского и гендиректора АвтоВАЗа. Никакого нормального объяснения этому нету. Книгу можно было продать десяткам издательств, но смысл этой схемы был похожий другой. Ельцину таким образом платились взятки. Гонорар от продаж станет идеальным прикрытием для наличных, которые Ельцину, по словам Коржакова, носил Юмаша. Гонорарами от продаж будут позже объяснять покупку Ельциным дачи на Рублевке и другие траты семьи Ельцина даже много лет спустя. Так или иначе, познакомиться лично с Ельциным Березовскому стоило около полумиллиона долларов. Вот, судя по всему, их первая совместная фотография. Презентация книги Ельцина в Большом Кремлевском дворце 9 апреля 1994 года. Через меньше, чем два месяца, 7 июня 1994 года, имя Березовского прогремит на всю страну. Его пытались убить. Покушение произошло прямо в центре Москвы, около его офиса. Бронированный Мерседес Березовского был взорван. Борис Абрамович Березовский остался жив. Пострадали 9 человек. По нашим данным, у него поврежден глаз и на лице следы страшных ожогов. Водитель погиб на месте, ему оторвало голову. Сам Березовский чудом выжил, получив множество травм и ожогов. Через 5 дней Березовский должен был посетить прием в честь Дня России и презентацию книги Ельцина в так называемом президентском клубе. Это тот самый дом приемов ЦК КПСС на Воробьевых горах, где гуляли новоселье жильцы с осенней улицы. В Советском Союзе здесь развлекалась партийная элита, а в 90-х Ельцин организовал тут президентский клуб. Здесь собирались вместе министры, губернаторы, чиновники, которые могли неформально общаться, встречаться с президентом и просто отдыхать. На территории были бассейны, сауны, корты и тренажерные залы с персональными тренерами. В президентский клуб было можно попасть только по личному приглашению Ельцина. И у Березовского такое приглашение было. В воспоминаниях людей, которые посещали этот клуб, я пыталась найти рассказы о том, какие судьбоносные решения были приняты тут в президентском доме приемов. Но получилось найти лишь историю о том, как Ельцин и глава службы безопасности президента Коржаков напились здесь до белой горячки, резали себе руки ножом и смешивали кровь. Ну, я мне немножко надрезался. Давай что, смешали кровь? Да, да, да. Бродаюсь. В это место для избранных просто обязан был попасть в Березовский. Пропустить прием сюда для него было немыслимо. И так, 12 июня 94-го года он с обожженным лицом, забинтованный, через пять суток после покушения приезжает в президентский клуб, чтобы в таком виде предстать перед Ельциным. Но я все-таки решил пойти, чтобы президент увидел вообще, что происходит уже с людьми, которые, ну, совсем рядом. Говорят, совет не отменять эту встречу, несмотря на объективно тяжелые травмы. Дал Березовскому и у Маши. Вот даже представлять не надо сохранилась фотография. Ельцин, Коржаков, рядом Пал Палыч Бородин, глава администрации, вот это министр иностранных дел Козырев, а рядышком обожженный, забинтованный Березовский. А справа сверху увидите, кто торчит? Это наш Валя Юмашев. Ельцин очень впечатлился внешним видом Березовского, потребовал немедленно раскрыть покушение. Ну вот результат на сегодняшний день известен. Никто не обнаружен. С этого момента, с июня 94-го года, история нашей страны начинает двигаться в бешеном темпе. События, которые определили будущее всей России, происходили настолько стремительно, что сегодня это сложно осознать. С того дня до захвата Березовским главного государственного телеканала ОРТ пройдет пять месяцев. До аферы с залоговыми аукционами, которые сделают Березовского и его соратников одними из самых богатых людей в мире год. До судьбоносных выборов Ельцина в 96-м два года. До приглашения Валентином Юмашевым Путина на работу в администрацию президента три. Любой из вас без промедления ответит, что является супер-призом в капитал-шоу Поле чудес. Разыгрывается в супер-игре автомобиль! В начале 90-х эти автомобили для передачи поставлял Логоваз Бориса Березовского. Якубович, всенародно известный и любимый ведущий, был их рекламным лицом. На Поле чудес рекламировался и другой проект Березовского АВА Автомобильный Всероссийский Альянс. Сегодня капитал-шоу Поле чудес мы проводим с нашим замечательным партнером российской компанией Логоваз. Березовский планировал создать и начать массово выпускать народный автомобиль. Дешевый, надежный, доступный любому. На следующий чемпионат мира по футболу во Франции на нашем автомобиле Автомобильный Всероссийский Альянс. Собирать его будут на новейшем заводе в Тольятти, на строительство которого Березовский предлагает скинуться обычным людям всем вместе купить за деньги акции АПА, на эти деньги построить завод, а пока процесс идет, акционеры будут получать не только автомобили, но и дивиденды. Возможность принять участие в финансировании этого проекта будет иметь каждый из вас. Цена акции от 10 тысяч до 10 миллионов, а их общее количество назвал генеральный директор Альянса Березовский. Всего предполагается распространить около 37 миллионов ценных бумаг различного номинала. Вот как народный автомобиль должен был выглядеть. Мы построим новый автомобиль. Нам он нужен. Автомобильный Всероссийский Альянс. Но, к сожалению, дальше вот такого макета дело не зашло. АВА была обычной финансовой пирамидой, такой же, как МММ. Рассчитанной на то, что нищее население, не имеющее опыта и не разбирающееся в том, как работать инвестиции, поддастся соблазну легко разбогатеть и обрести главный символ достатка собственную машину. Это был фурор, реклама по телевизору, специальные лотереи, где можно было выиграть тысячи автомобилей, если ты акционер, громкие обещания мгновенного заработка. Два с половиной миллиона человек поверили, отдали последние деньги, но как было не поверить? Те люди, которые сегодня пришли сюда покупать акции, альянсы, это люди, которые верят действительно в будущее. Вы понимаете, это проект не на один день. Завтра вы 700% не получите, вы получите много, вы получите, будете получать на постоянной основе вы, ваши дети. То есть, понимаете, и вот то, что люди пришли, они верят, что их дети тоже будут жить в этой стране и будут хорошо жить. У АВА была полная поддержка правительства. Про инвестиции в народный автомобиль со сцены Большого театра рассказывали вице-премьеры Гайдар и Шохин, гендиректор автоваза Каданников и лично губернатор Самарской области, где собирались строить завод. Директор, в смысле, это самый крупный проект вообще в развитии России. Если оставить в стране топ-номеретический комплекс, а мы отнюдь не собираемся быть навсегда страной, в первую очередь ориентированной на экспорт своих энергоресурсов. В этой связи совершенно очевидно, что это не частное дело, а это важнейшее направление государственной политики. Афера Березовского легла на благодатную почву, на начавшуюся годом ранее государственную ваучерную приватизацию. Сегодня в Российской Федерации начинается выдача приватизационных чеков на приватизацию государственного имущества. Каждый гражданин России получит до конца года чек на 10 тысяч рублей или примерно 40 долларов. Акции МИАВЫ торговали с рук у метро, в лотках и в переходах прямо из чемоданов. Рядом с ними продавались и покупались знаменитые чубайсовские ваучеры. Этот документ означает право каждого гражданина России на приобретение собственности по номинальной сумме в 10 тысяч рублей. Вот он, красавец. Символ начала 90-х. Главное детище правительства реформаторов и отца российской приватизации Анатолия Борисовича Чубайса. Таких было напечатано 148 миллионов штук для каждого жителя России от младенца до старика. В августе 92-го года Чубайс начинает беспрецедентную кампанию. Каждому положен кусочек государственной собственности. Заводы, предприятия, значительная часть экономики была просто сложена, оценена и поделена на 148 миллионов частей. Забери свою бесплатно и распорядись ей по уму. Ваучер можно обменять на акции любого предприятия на чековом аукционе, можно вложить в один из многочисленных чековых фондов и получать дивиденды, а можно просто продать. Звучит сложно? Так это и было сложно. Невозможно было ожидать, что люди, прожившие всю свою жизнь в Советском Союзе при полном отсутствии частной собственности и опыта предпринимательства вдруг разберутся как можно грамотно с этой бумажкой поступить. Тем более это было едва ли возможно. Но рекламировалась ваучерная приводизация как самое важное событие столетия. Чубайс рассказывал о том, что ваучер можно будет обменять на две волги. Они с Гайдаром лично посещают аукционы, по телевизору показывают красивую дорогую рекламу «Твоя доля в новой России». Будущее теперь в ваших руках и вы вправе сделать его таким, каким пожелаете. И это ваша доля в новой России. Прими, храни, думай. Из народной приватизации не вышло равным счетом ничего. Абсолютное большинство людей так и не увидело свою долю в новой России. Чековые фонды, куда россияне несли свои ваучеры под обещание мгновенных выплат, оказались мошенническими. Ваучеры забрали, а деньги не выплатили. Продать ваучер выгодно было почти невозможно. Люди меняли их на водку, на ковер, на стиральный порошок. Кому повезло, на стапоги. Акции советских предприятий, которые обещали народу, по факту оказались в руках у крупных скупщиков, спекулянтов, директоров и управляющих этих предприятий, которые собрали у себя сотни тысяч, миллионы из их ваучеров. Ну а самое печальное, что произошло, это даже не ограбление, а полный крах надежды и ожиданий от Новой России. Люди поверили в сказки Чубайса о золотых ваучерных горах. Они сделали все, как просило правительство, как обещали в рекламе, но были обмануты. И никто за это не понес никакой ответственности. А вот и акция АВ. С лицевой стороны портрет предпринимателями Сената Мамонтова, сумма написана 10 тысяч рублей, это прямо как на Чубайсовском ваучере. Они же отрывные талоны на выплату дивидендов аж на 8 лет вперед. С обратной стороны мы видим печать АВ и подпись Каданникова. Каданников это гендиректор АвтоВАЗа. На лицевой стороне прямо очень крупно написано «Одна акция обыкновенная именная». Но на самом деле она не именная и вообще не акция. На этой бумажке нет никаких данных и она не дает никаких прав ни голосовать, ни получать дивиденды. Трюк был в том, что обещали, что когда-нибудь в будущем ее можно будет обменять на настоящую акцию. Но будущего просто не наступило. Народный автомобиль даже и не начали строить. Просто сказали, что негативные экономические тенденции помешали. Так уж вышло. Извините. Обрывай, посмотри к народу. Побеседуем. Как ты народом воровал? Совесть должна быть у тебя, нет? За полгода было собрано около 50 миллионов долларов. Эти деньги, сделанные буквально из воздуха и обещаний, Березовский сразу же потратил на скупку акции АвтоВАЗа. Но для себя. Их хватило на дополнительные 30%, а 20% он уже и так контролировал через своих партнеров. Вот таким образом Березовский сделал АвтоВАЗ своей частной собственностью, потратив на это деньги собранные с населения и негабейки своих. Он вообще предпочитал не тратить свои собственные деньги. Возможно, народный автомобиль Березовский и мог запустить. Ну, теоретически. Найти каких-то партнеров, других инвесторов, что-то придумать. Но, как вы помните, в июне 1994 как раз когда акции Авы активно продавались, Березовский чудом выжил после покушения. Это, как рассказывал он сам, заставило его переосмыслить жизненные приоритеты и понять, что бизнес ему больше не интересен, а заниматься он должен политикой. Он хочет власти, признания, участия в управлении страной. Этим он и будет жить до самого конца все следующие 19 лет, которые остаются до его смерти. Но как бизнесмен, пусть и очень богатый, может начать управлять Россией. Как из хозяина автосалонов можно превратиться в хозяина Кремля. Я с самого начала не рассматривал средства массовой информации как бизнес. Я считал как раз это мощнейшим инструментом политической борьбы, которая нам всем предстояла. Это и сейчас очевидная мысль, но тогда, когда не было интернета, телевидение формировало вообще всю политическую повестку страны. Оно воспринималось как единственный источник достоверной информации. Что по телевизору говорят, то и правда. Люди видят, что их не уважают. Давайте обострим немножко наш разговор. До предела готовы. До предела. Тогда одна цитата. Будьте добры. Самым большим обманщиком послереволюционного периода 31% опрошенных россиян считает Михаила Горбачева. И вот вырисовывается путь. Если не государство, а ты решаешь, что показывать, если ты определяешь, какой сюжет выходит и что говорит диктор, значит, ты формируешь реальность. Это огромная власть указывать, что важно, а что нет. Мгновенно делать любого человека звездой, героем или наоборот, разрушать его жизнь и карьеру навсегда. За 10 тысяч долларов можно было купить передачу, которая могла крыть чуть ли не матом президента, и за 10 тысяч долларов можно было сделать передачу, которая воспевала его как царя. Березовский решает завладеть первым каналом. В 1994 году он понимает, что есть уникальная возможность. Первый канал на грани банкротства, долги, массовые сокращения, забастовки. В бюджете не было денег на содержание канала, а рекламные доходы, которые могли бы спасти ситуацию, шли в черную мимо официальной кассы. Как нам выжить? Ведь тот бюджет, который выделяется той же самой телерадиокомпанией Останкина, он настолько мал, что это просто смешно говорить. Ситуация была критической. По словам председателя телекомпании Останкина Яковлева, выделенных на 95-й год денег хватило бы всего на 5 часов эфира в сутки. Публично и активно обсуждается, что делать, где брать деньги. Можно выгодно продать канал на аукционе, но такой ценный актив найдется много претендентов. Можно ввести специальный налог, чтобы зрители платили за общественное телевидение сами. Можно бороться с воровством рекламных доходов, это тоже спасет ситуацию. Но в ноябре 1994-го Ельцин неожиданно подписывает указ, который не похож ни на один из вариантов. На первой кнопке страны будет вещать новый канал ОРТ. Этому новому каналу передадут то, что принадлежало Останкино. На 51% он будет государственным. А 49% акций уйдет частным собственникам. Никакого конкурса или инвестиционного аукциона не было. Никто не соревновался за право владеть этими акциями. 49% просто отдали кому-то. Правительство назначило новых собственников. Кто они? Стало известно только три с лишним месяца спустя. Вот стенограмма заседания Госдумы от 10 марта 1995-го года. Перед депутатами выступает глава Останкина Яковлев. Его заваливают вопросами. Дискуссия явно идет на повышенных тонах. Пытаются разобраться, что произошло с ОРТ. С какой стати его приватизировали и как им будут управлять. И кто, собственно говоря, эти новые собственники. Яковлев зачитывает список Ассоциация независимых телекомпаний, Национальный фонд развития спорта, Логоваз Березовского, Банк Минотеп, это Ходорковский, Банк Национальный кредит, Банк Столичный, это Смоленский, Газпром, Альфа-банк, это Фридман, Объединенный банк и группа компаний Микродин. Все они вместе образуют некий консорциум, которому отдали 49% Первого канала. Все выглядит в пределах нормы. Целых 10 разных компаний, 5 крупнейших в стране частных банков, Газпром, опять же, это то, что объявили официально. А вот, что произошло на самом деле. Спустя короткое время некоторые акционеры просто исчезают. Другие, Газпром, например, передают свои акции Логовазу Березовского. Объединенный банк, выясняется, тоже контролируется Березовским. Другие банки тоже просто передают свои акции в трастовое управление Березовскому, то есть ОРТ, несмотря на солидный список официальных владельцев, полностью контролируется одним Березовским. Другой делал, что вначале было, по-моему, 7 этих компаний, а потом осталась одна, только Логоваз. Как вообще такое могло произойти? Березовский всех обманул? Нет. Все члены консорциума были в деле. Это был сговор. План был просто притвориться, что от банкротства Первый канал спасает группу бизнесменов, чтобы это все выглядело более-менее прилично. Этот сговор легко доказать, сравнив два интервью Михаила Ходорковского. Первое от 1995 года. Разгар думских скандалов и публичных дискуссий об ОРТ. Он рассказывает, что его банк Минотеп приобрел долю в ОРТ, и это очень важный и привлекательный инвестиционный проект. Он развернуто и очень убедительно рассказывает о планах на будущее, детально обсуждает модель финансирования. А теперь читаем интервью того же Ходорковского, но 24 года спустя, в 2019. И там совершенно другая история, полностью опровергающая все, что он говорил до этого. «Да, Борис Абрамович подходил к нам, мол, хочу взять ОРТ. Не поможете ли, не возьмете ли пакетик? Поддержите, это для меня, это мое. Все деньги, которые потребуются на финансирование ОРТ, будут моей проблемой, вы ничего не должны», это говорит Березовский. Потом пришел и говорит, «Вы поддержали? Спасибо большое, отдавайте». Но мы отдали. Это была чисто, что называется, дружеская услуга. И вот так, четверть века спустя, мы узнаем, что не было никакого инвестиционного проекта, никаких консорциумов, ничего, просто дружеская услуга, услуга номинального владельца, цель которого скрыть настоящего. В 98 году счетная палата начала проверку этой истории с ОРТ. Нашла там миллион нарушений, махинации с акциями и прочих незаконных вещей. Они пишут прямо открытым текстом. Экономическая и общественная целесообразность создания ОРТ в ходе проверки не установлены. И действительно, ну зачем? Ельцин просто взял и отдал не пойми кому канал, который смотрит абсолютное большинство россиян. Но это же так бессмысленно и глупо. Ответ на этот вопрос мы с вами можем найти в, наверное, самом главном документе эпохи ельцинского и путинского управления. Это стенограмма более чем 30 дней заседания Высокого суда Лондона, где судились Березовский с Абрамовичем. Об этом процессе очень много писали в 2011 году, 2012 и заслуженно. В минувшую пятницу Высокий суд Лондона разбирался в истории обогащения российских олигархов, а заодно и в истории России лихих 90-х. Иммигрант Борис Березовский пытался отсудить у своего бывшего партнера Романа Абрамовича долю в 5,5 миллиардов долларов. Каждый день участники процесса под присягой рассказывали немыслимые подробности о том, как устроена Россия, как платили сотни миллионов долларов взяток, как распиливали страну на аукционах, как подделывали документы, подкупали чиновников Ельцина и его семью. Все это можно найти на более чем 6 тысячах страниц судебной расшифровки, к которым мы еще много раз обратимся. Но пока мы ищем тут ответ на вопрос. Как ОРТ оказался у Березовского? Адвокат спрашивает Березовского. Это вы организовали консорциум российских бизнесменов, которые купили 49% акций ОРТ? Я, отвечает Березовский, приватизация канала произошла благодаря именно вашей успешной лоббистской кампании? Безусловно. Безусловно? Да. Почему-то прямо по-русски отвечает Березовский. Далее Березовский рассказывает, как он это сделал. Действовал он через охранника Ельцина Коржакова и своего нового друга Валентина Юмашева. Он убедил их, что Останкин должно быть приватизировано и, если канал достанется ему, он будет вкладывать 200 миллионов долларов в год в его развитие. И решающий аргумент. Если он станет собственником канала, то на будущих президентских выборах через полтора года он обеспечит полную и безоговорочную поддержку Ельцина и уничтожение любого его конкурента. То есть через ваше знакомство с Юмашевым и в данном случае генералом Коржаковым вы лично добрались до президента Ельцина и убедили его в том, что приватизация Останкина это хорошая идея? Вы использовали этих людей для воздействия на президента не так ли? Так ли это? Уточняет Березовский. Именно так. Далее Коржаков и Юмашев устраивают личную встречу Березовского с Ельциным. Вот тут Березовский подтверждает, что Ельцин полностью в курсе. Знал, что ОРТ достанется именно Березовскому. А вот тут ниже Березовский уточняет, что выборы 96-го года и победы Ельцина на них были единственной настоящей целью покупки ОРТ. Таким образом, в результате куларной сделки с президентом, его протежей Юмашевым и охранником Коржаковым первый канал перешел под частный контроль. С помощью ОРТ тут Березовский не обманул. Будут избраны и Ельцин, и позже партия Единства, которая станет единой Россией, а потом и сам Путин. У их соперников больше никогда не будет шансов. Березовский, управляя каналом вручную и буквально надиктовывая журналистам сюжеты, на несколько лет превратиться в вершители судеб. С тех дней, в 94-м, по сегодняшний день, первый канал так и останется в собственности олигархов. Просто 20 лет спустя олигархи поменяются на путинских. Мое глубочайшее убеждение, что Россия диктатуры не избежать. Она наступит с моей точки зрения со стопроцентной вероятностью. Вопрос только в одном. Кто будет диктатором? У этой истории про могущественного медиамагната Березовского есть неожиданный поворот, который станет известен, опять же, только благодаря показаниям в лондонском суде. Березовский, несомненно, управлял каналом Орта. Единолично. Но платил за него, по-настоящему содержал канал, совершенно другой человек. Это Роман Абрамович. Помните, я говорила, что в эти годы время как будто сжимается. Все события разворачиваются невероятно быстро и концентрированно. Всего лишь через месяц после указа о приватизации ОРТ и передачи его Березовскому происходит следующее судьбоносное событие. Далеко за пределами России на Карибских островах. Туда в декабре 1994 едут в отпуск банкиры из Альфа-банка Фридман, Хан, Авен. Они снимают две яхты. Там остается несколько свободных кают. Петр Авен, который уже познакомил Березовского и Юмашева, решает выступить сводником еще один раз. На одно свободное место на яхте приглашают Березовского. А на другое общего друга Фридмана и Авена Романа Абрамовича. Абрамовичу на тот момент всего 28 лет. Он уже очень много зарабатывает, но в отличие от остальных публично абсолютно неизвестен. Абрамович очень тихий, очень скромный. Он рос в Ухте, но к школьному возрасту переехал в Москву. Отучился там, потом служил в армии, в институт, хоть и пробовал ходить, но высшего образования так и не получил. Сразу занялся бизнесом. Начал с кооператива по производству детских пластмассовых игрушек, но потом быстро нашел более прибыльное дело торговлю нефтью. К 1994 году он уже зарабатывал десятки миллионов долларов нехитрым способом, покупал по дешевке российскую нефть и гнал ее за границу. Уже в 1994, как он утверждает, он стал главным поставщиком топлива на электростанции Румынии и Молдовы. Знакомство Березовского и Абрамовича на карибской яхте не было случайным. Петр Авин свел двух своих друзей, посчитав, что это будет полезным обоим. Именно там, на яхте, Абрамович рассказывает своему новому знакомому Березовскому о главном проекте своей жизни. Он хочет объединить два сибирских предприятия, с которыми он работает, ноябрьский нефтегаз и омский нефтеперерабатывающий завод, в компанию Сибнефть, а потом стать ее собственником. Сибнефть, если все получится, станет золотой жилой, будет приносить сотни миллионов долларов дохода в год. От успеха Абрамовича отделяет один незначительный фактор. Предприятия, объединенные или нет, принадлежат государству, а сам он никто. И совершенно непонятно, с какой стати их будут приватизировать и продавать никому неизвестному нефтетрейдеру Абрамовичу. Березовский эту проблему предлагает решить, договориться с Ельцином и правительством, что Сибнефть создадут и отдадут им с Абрамовичем. В обмен он просит денежное довольствие. Всего через два месяца Абрамовичу придет первый счет. Его новый знакомый Березовский потребует оплатить расходы первого канала на все на свете, от покупки телепередач до кассет и электроэнергии. Абрамович оплачивает даже покупку видеокамер для журналистов Доренко и Познера. А потом выяснилось, что оплачивать нужно не только ОРТ. Это сегодня Абрамович олигарх и меценат, а тогда он был просто мальчиком на побегушках у Березовского. Абрамович часами сидел в приемной и ждал, когда до него с ней зайдут. Березовский по-отечески называет его Ромочкой или даже родным. Он просит Абрамовичу помогать совсем на свете. Подогнать частный самолет, когда это нужно. Борис Абрамович, я. Привет, это Рома. Рома, привет, родной мой. Спасибо, что вы делали. Ромач, готовь к нам самолет, чтобы мы с тобой улетели сегодня. Хорошо, а ты хочешь, чтобы, я не полетел к тобой? Я хочу, чтобы ты полетел. Поисследовать тему, подготовить докладик. К моменту избрания он отказался от гражданства. Ну, понятно, так публично отказался от гражданства. Да. Все ясно. Абрамович оплачивал Березовскому охрану, водителя, снимал квартиру, покупал машины для жены, для любовницы. И даже за семейные отпуска Березовского тоже платил Абрамович. А Борис Абрамович ни в чем себе не отказывал. Все только за одни испанские каникулы в 96-м был на 140 тысяч долларов. И это только первый год их знакомства. Далее денежные запросы будут только расти. Абрамович, самого я знаю достаточно давно. Молодой человек. 33 года, по-моему. С моей точки зрения очень способный. И очень разумный. Какими бы вызывающими и унизительными не были эти просьбы, Абрамович покорно их исполнял, потому что он знал, без Березовского сибнефтью не завладеть. Что такое сибнефть? Тогда, в начале 95-го, ее не существовало. Было два отдельных предприятия. Ноябрьскнефтегаз, градообразующий предприятие на Ямале, там нефть добывали. И эту нефть по трубопроводу перегоняли на омский нефтеперерабатывающий завод, где ее перерабатывали, соответственно, в автомобильный бензин, керосин, дизельное топливо и битум. Омский НПЗ был одним из крупнейших и самых современных предприятий страны. Там работало несколько тысяч человек, и он приносил в казну Омской области до трети всего бюджета. Оба предприятия были государственными, но управлялись разными людьми, так называемыми красными директорами. Директором Ноябрьской нефтегаза был Виктор Городилов, директором Омского нефтеперерабатывающего завода Иван Лискевич. Отношения у них были плохие, что постоянно выливалось в конфликты, недопоставки нефти, задержки и другие проблемы. Если бы Омский НПЗ и Ноябрьск нефтегаз можно было объединить в одну компанию, если бы ими управляла одна команда с общей стратегией, то проблемы бы исчезли и бизнес работал бы лучше. Эта мысль была очевидна не только Абрамович. Аналогичным образом уже были реорганизованы крупнейшие нефтяные компании ЮКОС, Лукойл, Сербут, Нефтегаз. Но для того, чтобы это произошло, требовалось, чтобы все стороны договорились. Правительство, губернатор, глава Ноябрьск нефтегаза, глава Омского НПЗ. И тогда Ельцин подпишет указ. Но договориться они не могли. Директор Омского НПЗ Лицкевич вообще был против этой идеи. У него были сомнения и другие варианты. В суде Абрамович очень четко проговаривает суть их сделки с Березовским. Березовский организует две вещи. Подпись Ельцина под указом о создании Сибнефти и сразу после указ Ельцина о приватизации Сибнефти. За это Абрамович будет платить Березовскому 30 миллионов долларов в год. Создание компании как таковой было меньше из проблем. Решение по факту уже было принято, но тут важная оговорка. Сибнефть после создания должна была остаться государственной. Она должна была стать частью Роснефти. Передавать ее в частные руки вообще не планировалось. То есть Березовскому надо было сделать почти невозможное. Каким-то образом уговорить Ельцина отказаться от этого актива, отказаться от всех денег, которые объединенная Сибнефть могла приносить в бюджет и продать Решение для экономики страны более чем невыгодное. В своих лондонских показаниях Березовский признается, как ему удалось это сделать. Благодаря ОРТ. Сегодня уже всем известно, какую роль сыграла ОРТ в выборах 1996 года. Весной 1995 года он встречается с Юмашевым и Ельциным и рассказывает, что для финансирования ОРТ ему очень нужны деньги. При Ельцине он говорит крайне абстрактно, не упоминает Сибнефть вообще, не заикает о приватизацию, он просто очень жалуется, что у канала совсем нет денег, а президентские выборы уже на носу. А без поддержки ОРТ Ельцину не победить. Поэтому очень сильно нужно найти источник финансирования для канала. Ельцин соглашается, да, нужно найти какой-то способ. А потом уже отдельно с Юмашевого Коржаковым Березовский договаривается, что этим источником финансирования станет Сибнефть. Вот уже как удачно получается, как раз готов план по ее созданию, осталось только приватизировать. Может сложиться ощущение, что сошлись звезды, но они не сходились. Была заключена обычная куларная сделка. Циничный обмен многомиллиардной государственной собственности на комплиментарные сюжеты ОРТ. Сегодня утром в Северном речном порту Москва встречала белоснежный караван надежды. Так называли его сами участники акции народа по Волжье в поддержку Бориса Ельцина. Адвокат спрашивает Березовского. Итак, сделка в кратком изложении, которую вы заключили с Борисом Ельциным была следующей, не так ли? Вы, мистер президент, получаете поддержку моей телевизионной сети, а я могу извлекать прибыль и Березовский отвечает «Это верно». 19 августа 1995 года загадочной смертью погибает главный противник создания и приватизации Сибнефти, директор Омского НФЗ Иван Лицкевич. Весь город обсуждает эту внезапную и странную смерть. Лицкевич вместе с водителем ехал с работой домой, попросил остановить машину и пошел купаться в РТШ. В августе вечером в Омске градусов 13-15 тепла. Он нырнул несколько раз и утонул. Тело выловили на следующий день. Дело списывают на несчастный случай. На следующей неделе, 24 августа, Ельцин подписывает указ о создании Сибнефти с пояснением, что он это делает по просьбе трудовых коллективов Омского НПЗ и Ноябрьск Нефтегаза, а также губернаторов областей. Первая часть плана готова. Но пока Сибнефть государственная. 27 ноября подписан второй указ. 51 процент акций государства будут заложены на так называемых залоговых аукционах. Причем очень стремительно аукцион пройдет через 4 недели. Подписи Ельцина, Черномырдина, Чубайса и десятка других чиновников. Это и есть де-факто приватизация. С тем, как работала мошенническая схема залоговых аукционов, мы подробно разберемся позже. В декабре контроль переходит к Абрамовичу и Березовскому. Прибыль теперь получают они и выводят ее за границу. В январе 96-го выясняется, что Омский НПЗ радикально сокращает выплаты в бюджет Омской области больше, чем в 3 раза, доводя область почти до банкротства. В местном парламенте срочно собирают комиссию. Депутаты расследуют и пытаются понять, как такое могло произойти, куда делись деньги. Через пару недель после начала работы комиссии киллеры расстреливают в подъезде ее члена депутата Олега Чертова. Преступление не раскрыто. Тем не менее, депутаты продолжают работать и выпускают решения. Омская область должна найти способ выкупить заложенный олигархом акции Омского НПЗ. Это единственный способ спасти ситуацию. Губернатор Полежаев это требование игнорирует. Абрамович постепенно скупает все акции и предприятия остается за ним. Через 10 лет он продаст его обратно государству Газпрому за рекордные 13 миллиардов долларов. Это сделает Абрамовича самым богатым человеком в России. Тех, кто способствовал созданию и приватизации Сибнефти, Абрамович щедро наградил. Они обеспечены до конца жизни. Директора наеброскнефтегаза Виктора Городилова сделали президентом Сибнефти. Его сына Андрея Городилова Абрамович назначил вице-президентом Сибнефти, а потом он стал вице-губернатором Чукотки. Сына главы Омской области Алексея Полежаева Абрамович тоже взял к себе на работу. Вот они с папой, еще действующим губернатором и Абрамовичем смотрят матч Челси в Лондоне. Вот Полежаев-младший недавно проводит отпуск с Абрамовичем в Шотландии. И до сих пор в Москве они все живут рядышком. В Сколково у Абрамовича огромное поместье буквально через заборы и Городилов и Полежаев, чьи папы когда-то оказались значительно более договороспособными, чем утонувший директор Лицкевич. Я решил баллотироваться на пост президента России. Ельцин был неизбираем. Он просто был неизбираем и точка. Это было сделать невозможно. Но очень хотелось. Они слились все пятеро в творческой гармонии и написали книгу о приватизации в России. Зюк Хайль Анатолий Борисович. Ни одного рубля с Борисом Березовским. И предельно коротким оказалось расстояние между выборами, где приличные люди смуклевали чуть-чуть ради хорошего дела, до выборов, где сажают и убивают политических оппонентов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok